Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня слышали на Божественной Литонии отрывок из Евангелия, в котором рассказывается история об умножении их веков. Господь проповедовал за городом и день уже придется к вечеру, множество народа Ему окружало, и ученики, понимая, что эти люди весь день провели вместе с Учителем, уже устали, голодны, и нужно им что-то поесть, и совершенно невозможно представить, чем же находить такую большую толпу народа, находясь за городом. И они просят Христа отпусти их, пусть пойдут в город, и там хоть себе поесть. А Христос отвечает ученикам, дайте им поесть. Они говорят, ну что же мы дадим, у нас всего семь хлебов. Вот и дайте семь хлебов. Апостолы начинают раздавать хлеб, и евангелист нам говорит о том, что все насытились, и даже более того, осталось еще семь корзин. Сегодняшний рассказ нас научает прежде всего тому, что у Господа всегда есть, чем каждого из нас напитать. Даже тогда, когда по-человечески у нас нет совсем ничего, или почти совсем ничего, или столько-несколько хлебов, Господь обязательно найдет, чем напитать и чем утешить каждого человека. Потому что Господу есть дело до каждого. Нет никакого человека, который остается забыт в очах Божьих. Господь видит нужду каждого, Господь видит боль каждого, для Бога важен каждый человек. И Бог, в отличие от людей, никогда не отворачивается и никогда не бросается. И все сказанное в Евангелии о хлебе насущном, о том, которым мы нуждаемся для нашей жизни, точно так же равносильно и о хлебе небесном. О том, что человек живет на этой земле, не только хлебом насущным и питается. Очень важен для нас, очень важен для нас хлеб небесный, который есть сам Бог. И христианин, по основам Бога, постоянно алчит этой встречи с Богом, постоянно алчит этого общения с Богом и никогда не успокоится его душа и не насытится он сам до тех пор, пока эта встреча не происходит. Мы с вами всякий раз приходя в храм и участвуем в таинстве и христии, участвуем в этом таинстве умножения хлебовки, когда Господь, отдавая нам самого себя, дает возможность нам соединиться с Ним, и Его кровь становится нашей кровью, Его тело становится нашим телом. И всякий раз это чудо происходит только лишь для одного, для того, чтобы обновить человека, для того, чтобы подать нам силу, для того, чтобы утешить нас, потому что своих собственных сил нам никогда не бывает достаточно, для того, чтобы измениться, для того, чтобы претерпеть, что это не для того, чтобы укрепиться. Господь дает нам эти необходимые силы, но всякий раз Бог ждет от нас, чтобы мы изменились, чтобы это не происходило, всякий раз, как колесо сансара, выходя из храма, мы снова возвращались на Курии Своя и повторяем вновь, и вновь все то, что повторяем в нашей жизни. Конечно, мы падаем, конечно, мы поднимаемся, но очень важно помнить о том, что Господь дает нам необходимые силы, для того, чтобы отказаться от греха. И от большинства наших грехов мы можем отказаться сами, без каких-либо особых усилий с нашей стороны. А все то, на что недостает наших человеческих сил, по-немчим, это покрывает Господь Свою греху. Будем просить Бога о том, чтобы Господь всякий раз, допуская нас приступить к таинству причастия, укреплял наше желание быть с Ним, помог нам сохранить те силы благодатные, которые Он нам дает, для того, чтобы нам действительно измениться и идти навстречу к Ниму уже вечно. Аминь. А все, Господи. Редактор субтитров А.Семкин